сезой это деревня которая относится красный хутор и вот там я взял и так я сфере фотографировал вот саженцы абрикоса а вот чековый полив если это дело в том что это 2018 год один из последних номеров так вот это не 19 век когда это было нормально один человек который вдруг случайно у него вырасти абрикосы я подчеркиваю слово чаще случайно заплодоносили он написал статью и это стало панаце это вы знаете это невероятно но до сих пор и вот 18 год открываю и смотрю мы практикуем чековый полив это чековый полив это тихий ужас я потом специально набрал чековый полив вы потом внимательно ознакомитесь с этим нашел фотографию вы понимаете чем речь идет но все тоже по тому же вот тут он бордюрчик 15-20 метров здесь правда квадраты это большая то есть здесь там не нашлось фотографии такой ладно но уже поняли та же ямка только большая и надолго заполняется водой чековый полив ну все равно расшифрую применять при возделении риса лимана морошение вот и вот что получается там деваться некуда там рис он иначе расти не будет ну придумать вот так еще и слово это да и и устроить эту баню деревьям которые сгнивают сто процентов слива вот выдержит это абрикос никогда а ведь они же это для абрикоса вот эта верная смерть а если а кстати яблоня груша ну куда уже ближе родственники при вами друг на друга я пробовал прекрасно приживает приживается не очень но приживается то все равно родня вот были даже по случая взаимного поления и что яблоня держит груша не держит кто знает о том что груша не держит с тех пор и до сих пор прочитал горы литературы ни разу не встретил что груша боя боится этого этого самого что увидите это смерть до груши но придумать этот чековый полив для для абрикосов это с ума сойти расшифрован еще вот что интересно эта статья нет вот она статья официально так официально вот чековый полив весьма эффективен пишет для для проникновения влаги на большую глубину абрикоса корневая система стержневая уходит да не нужно ладно анаэробный вызывает возникновение затопление вызывает это пишет при плюсы и тут же минусы это чекового полива возникновение анаэробных условий это уже не из статьи это уже моя расшифровка анаэробные слова характеризующие отсутствие кислорода или воздуха думали вот это вот господа далее это еще не все увеличит подвижность органических веществ разрушение почвенной структуры вы и так умудрились я вам потом покажу как надо то есть вот это вот дёрн видите рядом тут дёрн он нетронутый вот рядом вот на него бы насыпали бы сверху бы холмик и в холмик посадили все цело а здесь увеличит подвижность органического вещества знаешь что значит вот это запятая разрушение почвенной структуры коркообразование но это еще полгода светизации другие явления это еще одна моя родственница собирает грибы не она не десятки сотни тысяч ученых собирает грибы и не даже не догадываются что а с северной стороны б в широм месте там где минимальная в это вентиляция да и наконец губят она деревья вот сырость не вот эти грибы грибы это последствия значит вот этот фотографии мне прислали то получается так человек представить фотографию он уже почти загубил персик вот он вот так у него был закопан это после моей так сказать моих лекций он быть и сколько раскопал и уже на раскопанном это все должно было сгнить вот этого не знает никто такое впечатление что никто потому что уже восемнадцатый год уже сколько лет а все равно ничего не меняется вот уже и почки это распустились вот уже листики вот теперь он спасен вот это самое страшное второе что предлагается это временная куча это найти вот человеку делать ничего и если бы мне нету сейчас такого желания я бы за каждую строчку бы образно говоря морду выбил окучивать разокучивать сеянцы эти то есть в эти самые вон и нами используется наиболее эффективный агротехнический метод защиты растений обрезка и прореживание крона подлый смертельный прием уважаемая это вас там написано было садовод тире селекционер ученые какая защита растения обрезка это сразу ослабление растений уменьшение морозостойкости и набрасывание на дерево всех это караул дерева гибнет вы видели когда-нибудь вот понять не могу вот все эти жуки и пауки так образно вообще они ну как ничем не виноватым их вредным вредителем многие из них называем да листа грызущие и сокососущие так вы когда-нибудь видели погибает это самое там животное они же своей смерти в природе никто не погибает там неважно кто бык там этот самый лось косуля любое вот стоянного ослабеть собирается сервятники и она еще живая ведь показывали а с неё живого я специально это привожу пример пусть он даже плохо кому-то станет потому что ну нельзя же это терпеть жены живом этом садятся сервятники и его живое выгрызает куски мяса а это что обрезали проредили крону дерево заболело автоматом и на него накидывается а сколько видел когда на больные деревья это самое то есть показывает больное дерево и учат как его вылечить а при этом видно что его искалечили вот то обрезка и прореджение кроны и вот тогда стервятники вот все это мелочь пузата она начинает их доедать и вот тут-то только караул о том что из увечили никто не знает и удивить подчеркнули обратите внимание наиболее агнессивный агротехнический метод защиты растений обрезка и прореджение кроне так рыхление междурядий лучше тоже делать нечего видите смотрите я вниже написал это памятка для себя не было бы придумано этих странных агроприемов не было бы возможности публиковаться и отбивать охоту к садоводству взрослых и детей поймите правильно ведь это все придумано только для того чтобы напечататься и все и вот что получается это еще не все а регулярным регулярно во время проведения прополок я куча разрушается муравейники я в сельской школе украинской проходил что муравейники это главная защита благозарядка и полив мы не практикуем слава богу вот ой какое счастье что хоть один прием благозарядка и полива это то самое что выпить ведро воды за несколько секунд господь бог миллионы лет создавал это вот 6 дней созидания это 6 геологических периодов если кому-то интересно и кто-то критикует библию вот вот это он не делал вот в этой яме если бы у него попали семена они бы потом наиболее близкий полив природному божественному запомнили и так поливается сад молодой потом я кстати вот когда он достигал видите справа слева чуть постарше это кусками землю покупал у соседей вот вот этот уже ничего не делся вообще ничего многие из вас видели мои фильмы вообще листьев больных нет этих самых грибов нет плесени нет ничего нет вот полив причем очень щадящий запомните влагозарядка и полив это само по себе слово зарядить почву водой а подлое и вот что я вот это нашел анаэробное это отсутствие кислорода воздуха залили все кислорода нет дерево задыхается вот так спасается деревьев это те кто все-таки умудрился это послушал про охучивание подразумевается что вот здесь вот да будет да будет такой больше всего вредят они эти самые сайты которые продают эти подлые саженцы ну ясно какие обречен на смерть в обязательно вот тут вот по новодергивает вот таких вот этих самых и пишет закопать папа прививку закопать выше прививки только яблони еще могут чудом дать переболеть при этом побороться с насекомых которые грызут вот только они могут дать дополнительные корни это это связано с болезнями все все остальное обречено на смерть медленную смерть сливой вишни быстро смерть это самое абрикосы груши еще раз посмотрели вот это и есть полив дождевания все а